приветствую вас на канале одобренное на котором мы размышляем о боге его слове о том как жить полноценной жизнью имея перед глазами вечную перспективу сегодня я попытаюсь расширить ваше представление о невидимом мире библии неотъемлемой частью которого является бог яхва создатель всего сущего как на земле так и на небе большинство современных христиан считают что еврейское слово элохим это одно из имен бога израиля бога яхва в старом завете и с этим сложно поспорить ведь в библии это слово в большинстве случаев а это несколько тысяч раз то есть почти всегда употребляется именно в отношении бога яхва и все бы ничего если бы исследователи библии не докопались до одной маленькой но очень важной детали которая на многое проливает свет лично я покаялся и принял иисуса христа господом и спасителем более 20 лет назад и могу вам с твердой уверенностью сказать что божий дух не открывает каждому христианину все до мельчайших подробностей он в первую очередь открывает нам наши духовные глаза позволяющие увидеть что мы грешники признать это и заслуживаем смерти а также то что иисус христос как раз для того и умер и воскрес чтобы мы не должны были нести наказание за наши грехи и чтобы мы воскресли также как воскрес и он по милости его поэтому у нас есть надежда но то что касается устройство этого мира и невидимого духовного мира а также причин тех или иных действий бога во времена старого завета эта информация не входит грубо говоря в базовый пакет и познается за дополнительную стоимость и я имею ввиду отнюдь не деньги а время и желание познавать ведь это и есть валюта которая есть у каждого христианина за которую он может приобрести больше мудрости и знания а не ждать автоматического апдейта базы данных посредством святого духа эта информация не является релевантной для спасения но проливает свет на многие непонятные отрывки из библии и если вы интересующийся человек и не любите пропускать непонятные отрывки или довольствоваться первым попавшимся толкованием то эта информация для вас так вот той маленькой но очень существенной деталью является то что слово элохим кроме как в отношении бога употребляется также по отношению к богам и богиням которым поклонялись языческие народы таким как хамас или кемош и астарта а также по отношению к духу умершего пророка самуила которого вызывала волшебница по просьбе царя саула и по отношению к демонам на иврите шедим атакатского шеду ну и кроме того этот термин употребляется в отношении членов божьего небесного совета писание учит что у бога есть что-то вроде опер группы божественных существ которые приводят в исполнение его решения библия называет их сомном воинством советом или судом но эта тема заслуживает отдельного ролика поэтому как и в русском языке слово бог когда мы подразумеваем бога израиля не тождественно слову элохим потому что приведенные существа по отношению которым используется это слово не схожи друг с другом и не являются богом яхве а значит само слово означает что-то другое и логично предположить что слово элохим указывает на принадлежность того или иного существа к невидимому миру точно так же как слово человек применимо к существам обитающим в реальном физическом мире термин элохим применим к существам которые обитают в невидимом мире духов но при этом важно отметить что бог яхве это элохим который не сравним ни с какими другими элохим он единственный элохим в своем роде нужно заметить что слово элохим это множественное число окончание им на иврите является признаком множественного числа также как в большинстве случаев в английском с или в не в немецком н и к богу яхве единому богу всегда применяется слово элохим форме множественного числа кто-то утверждает что это так ввиду триединство бога но это означало бы что мы читаем старый завет исходя из трактовки нового завета где бог является отцом и сыном и святым духом что не совсем корректно потому что евреи должны были как-то понимать почему это так еще до воплощения бога в человека но евреи однако знали что бог был в состоянии являться человеку в человеческом облике в виде ангела бога быть может из-за того что бог был и духом и одновременно он мог принимать человеческий образ к нему и было применимо множественное число этого слова если у вас есть другой вариант этого ответа на этот вопрос поделитесь пожалуйста своими мыслями в комментарии к данному видео очень яркое доказательство существования разных элохим это псалом давида 81 где в первом стихе написано следующее бог элохим стал в сомне богов элохим среди богов элохим произнес суд из этого стиха ясно что бог и боги это не одно и то же и там и там присутствует слово элохим но в первом случае она означает бога яхве бога израиля а во втором случае имеются в виду боги во множественном числе потому что бог не может быть посреди себя самого принимая всерьез эти стихи в которых повествуются о богах становится также понятно что тема богов в библии это не просто про что-то чего не существует библия недвусмысленно а тут отождествляет поклонение богам с поклонением невидимым существам а именно бесам несмотря на то что сами предметы служащие инструментом коммуникации с этими существами были ничего не стоящими безделушками из камня и дерева существа которых люди приглашали поселиться в этих изделиях ручной работы были реальными и в основном недоброжелательными сущностями кроме того библия постоянно подчеркивает что бог элохим не сравним с какими-то другими богами элохим если мы думаем что боги это не что или просто дерево или камень то мы унижаем таким образом бога яхва который в нашем представлении фактически говорит о том что он лучше дерево или сильнее камня нет ему нет подобных именно среди элохим других существ из этого невидимого мира он уникален потому что он создал землю и все что на ней а также небо и все что на небе включая других элохим то есть слово элохим это более широкий термин чем то как многие думали о нем раньше и она применимо к любому жителю невидимого мира именно поэтому она используется по отношению к богу к демонам а также к людям которые умерли и перешли в мир иной в библии любое бестелесное существо домашним адресом которого является духовный мир это элохим еврейский термин элохим не описывает определенный набор способностей и атрибутов которыми обладает исключительно бог когда в библии хотят показать разницу между богом и другими богами то делают это по-разному но никогда эту разницу не подчеркивают с помощью слова элохим в писании это различие подчеркивается сравнительными характеристиками например утверждается о том что бог элохим является создателем и великим царем над другими богами то есть другими элохим или например призывом к тому что они должны хвалить бога эти элохим писание говорит о том что нет бога подобного богу израиля а также что бог яхве превознесен или весьма возвышен над всеми богами то есть другими элохим авторы библии открыто говорят о том что богу израиля нет равных среди других элохим он есть бог богов опять же если мы читая слово боги будем думать что этих богов не существует то мы обижаем бога потому что фактически мысленно соглашаемся с тем что бог это якобы бог того чего не существует это полный нонсенс и получается что авторы библии говорят какой-то бред но это не так если вы обычный сотрудник отдела продаж в какой-нибудь компании вы не будете никому рассказывать о том что вы руководитель отдела продаж а если вы руководитель отдела продаж то вы руководитель над отделом в котором есть сотрудники если в нем никто не числится сотрудником то вы просто главный продавец и вас нельзя назвать руководителем отдела продаж Надеюсь, эта аллегория понятна. Но как же так, скажете вы, и как же может быть, что есть там какие-то боги, если бог один? Даже если предположить, что бог самый главный среди богов, то что это за такой пантеон, при том, что евреи всегда были монотеистами и верили в одного и того же бога Яхва, в которого верят сегодня христиане? От этого вопроса можно отмахнуться, а можно попытаться разобраться и принять то, что о богах говорит Писание. Тем более, что эта работа многими исследователями Библии уже давно проделана. Но об этом мы поговорим в другой раз. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, делитесь этим видео, чтобы распространить Божье Слово. А я желаю вам мира и всяческих Божьих благословений. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!